Всем привет! Как видно, как слышно. Сегодня в прямом эфире с вами Ирина Шельменко, скетчер иллюстраторы, и мы сегодня с вами вначале обсудим сначала маркеры, скетч-маркер, обсудим новинки, браш, протестируем их, сделаем несколько упражнений, и в дальнейшем мы с вами немножко ими порисуем и попробуем на практике. Напишите, кто сегодня с нами, кто готов сегодня порисовать. Мы выставили в сторис картинку, которую будем рисовать, там листик, нам понадобятся зеленые оттенки и немножко красного и оранжевого. Так, ну что, я сегодня буду тестировать набор, который, в принципе, уже немного сама пробовала, и для этого набора я создала, можно сказать, иллюстрацию. Это моя иллюстрация, и сегодня мы с вами посмотрим и протестируем это на новые все браши. Здесь как раз зеленые оттенки, розовые, и для тех, кто рисует ботанику и любит ботанику, этот набор вообще отлично подойдет. Так, ну, мы его откроем и, насколько видно, наши оттеночки. Мы сейчас с вами рассмотрим варианты вообще. С чего мы начнем? Напишите, наверное, вообще, что вам самое-самое интересное, чтобы мы ориентировались и смогли сразу протестировать и сделать упражнение. Что касается браши, мы сегодня с вами говорим про браши, и вы можете любые вопросы писать, задавать, и я тут же буду тестировать и проверять. Для начала я расскажу все, что я знаю, и чтобы я рассказала о маркерах браш, скетчмаркер. Так, простите, так, так, так. И давайте мы с вами сейчас разберем про один из самых важных вопросов, наверное, которые говорили. Это наши надписи. Раньше для всех была проблема того, что на маркерах стираются надписи и очень сложно отследить, что за цвет. Во-первых, решено две проблемы. Это первое. На маркерах есть нумерация и название, а также у нас появилось то, что маркеры наши на 90 процентов, вся наша палитра идентична колпачкам на маркерах. То есть, если мы возьмем любую палитру, ну вот даже у меня здесь сейчас B73 и приложим к оттенку, не знаю, вам видно или нет, B73, мы видим, насколько близко подобран оттенок. То есть, вся палитра была, вся палитра маркеров, именно колпачков была изменена и подобрана наиболее приближенный оттенок для того, чтобы нам было удобнее работать и сразу, даже несмотря на номер, мы уже брали нужный цвет и оттенок. Далее, чтобы я хотела отметить, мы поговорим сейчас про сами браши, про сами кисточки, в чем же особенности и какие изменения. Одна из самых важных это отсутствие сухости и отсутствие текучести пера. То есть, если мы, во-первых, проводим большую длинную линию, большую, просто прямую линию, то есть, у нас перо на любом этапе остается нужной толщины, не изменяя цвет и плотность. То есть, если нам нужно специально отпустить, чтобы наш браш получился более воздушным и кисточка появился вот этот эффект акварельности, то есть, мы им это можем регулировать. Но, если нам нужно полноценный цвет, у нас чернила поступают равномерно и линия получается равномерной и цвет равномерный. Есть особенности у определенных оттенков за счет именно вязкости, плотности. Например, это больше всего именно у зеленых и у темных оттенков. От чего это зависит? Это зависит от того, что сам цвет, даже в акварели и в других оттенках, имеется пигментация и плотность цвета. Особенно это очень-очень заметно на плотных оттенках. Если мы возьмем какой-нибудь вообще темный-темный цвет, он у нас будет намного плотнее и жирнее. И если мы еще один момент будем использовать на разных бумагах, я как раз подготовила разные виды бумаги, мы сейчас с вами попробуем, это тоже будет все влиять. Допустим, когда у нас гладкая бумага, у нас наиболее равномерно ложится маркер и более текучий такой эффект появляется. Но если мы возьмем бумагу The Wall, она сама по себе немножко матовая. плотность у нее 220 грамм, кто не знает, она двухсторонняя, то есть с двух сторон можно рисовать. И за счет того, что у нее есть некая там своя прослойка, она менее гладкая, чем, допустим, если мы возьмем склейку скетч-маркер, которая тоже двухсторонняя, но на ней можно рисовать с одной стороны, а с другой стороны у нас получается как прослойка гладкая, чтобы не пропускать маркер. Вот смотрите, у нас даже оттенок отличается. Здесь более светлый, более белый оттенок, а здесь у нас получается более серый даже оттенок у бумаги, у Cance on the Wall. И есть у меня еще, кстати, вот бумага 160 грамм, гладкая-гладкая, прям скользкая, гладкая, но она односторонняя. Вот смотрите, какой у нас происходит эффект. То есть у нас сразу на воле появляется вот эта некая сухость, потому что сама по себе бумага матовая, и все маркеры, независимо от бренда, будут вести себя примерно вот в таком положении. Это на самом деле для меня, допустим, в работе той же ботаники и вообще в скетче. Это для меня большой плюс, потому что я люблю много смешивать разные оттенки и создавать более акварельные эффекты и более плавные переходы. Для меня это даже наоборот еще и круче. Но если вы возьмете любой маркер-копик, такая же история произойдет. Я, к сожалению, его не взяла. Но, в принципе, если вы попробуете, будет такая же история. И как раз, если мы сравним, ну, допустим, у меня иллюстрация здесь готовая уже. Когда мы много-много слоев делаем на The Wall, то у нас получается вот такая вот плотность и немножко даже глянцевость появляется. Это за счет вот именно темных цветов. Это за счет вот этой пигментации. И если мы возьмем вот это, я рисовала, допустим, скетч-маркерами. И то же самое я рисовала, ну, не то же самое, к примеру, я рисовала теми же копиками. Сейчас я быстро найду иллюстрацию, чтобы наиболее наглядно это было. Ну, к примеру, ну, даже у меня собачка здесь. Если это темный цвет какой-то, то он сразу моментально отблескивает и появляется такой вот плотный-плотный слой. Он не позволяет, то есть бумага сама даже по себе не позволяет дальше впитываться. Это особенности уже бумаги. Поэтому это нужно обязательно учесть. И, кстати, нужно обязательно учесть, когда вы рисуете маркерами на определенном виде бумаг, если вы еще и разные используете постоянно, вам обязательно нужно сделать выкраску на той бумаге, на которой вы рисуете. Если вы рисуете на разных, то выкраску делаем на разных. Потому что даже вот здесь вот сейчас заметно, здесь более даже сиреневый оттенок. Не знаю, насколько камера передает это, но вживую это очень отчетливо видно. И, допустим, я возьму на бумаге, которая у нас более глянцевая, но она, можно сказать, тоже матовая. И здесь даже цвет, наоборот, получился какой-то немножечко даже темнее. Но на кончике у нас вот эти вот более сиреневые, нежели на другой бумаге. Чуть-чуть оттенок отличается, конечно, но чем сложнее цвет, тем сложнее вот этот вот оттенок бывает подобрать. Так, что еще? Как раз я по ходу действия вспоминаю, что хотела рассказать по поводу оттенков еще. То, что у нас получается... Сейчас я достану и вам покажу. У меня, кстати, палитра маркеров, скетч-маркер распечатана на формате А3, вот таким вот образом, если вам интересно. Потому что очень много цветов, и когда очень маленькие ячейки, я не четко вижу оттенок. Поэтому я распечатала для себя вот так вот на двух листах, склеила. То есть у меня формат А3. Можно, конечно, у кого есть принтер формата А3 распечатать на А3. И мне это очень удобно сравнивать и видеть все оттенки отчетливо уже на более крупных ячейках. Смотрите, что касается вообще палитры. Палитра у нас расширилась. Добавилось очень много оттенков. У нас получилось плюс... Получилось... Ну, всего сейчас 389. Тем временем у Копик, по-моему, 350. Сейчас не скажу точно. И если мы будем сравнивать по оттенкам вообще тех же серых. Допустим, у Копика есть четыре серых. Холодный, нейтральный серый, теплый, более коричневый, да? А, более коричневый и теплый. У скетчмаркеров получается аж шесть, пять. Пять оттенков и еще шесть можно назвать, потому что есть примеси к серым различные бирюзовые, розовые, сиреневые оттенки. Если вообще даже смотреть о том, что есть в основной палитре также есть сложные цвета с примесью серых, но есть отдельная палитра blue grey, где у нас вообще там очень-очень такие сложные, интересные оттенки, которые, в принципе, можно намешивать за счет серых, а можно получать уже брать готовые. Это очень удобно, вы видите уже определенный цвет. Это очень круто для, допустим, интерьерщиков, это круто для архитектурных скетчей, потому что здесь наиболее такие сложные цвета, которые можно встретить как раз вот на улицах, в архитектуре, в интерьере, когда вам нужно подобрать сложный-сложный оттенок. Ну и бывают, конечно, вообще, в принципе, сложные цвета, которые не часто используются, но они нужны для того, чтобы, если вы хотите наиболее точно передать цвет. Так, ну и по поводу серых я еще, да, не договорила, у нас получается холодные также, то есть у нас получается вся линейка такая же четыре цвета, как у копиков, но при этом еще есть серый, который, он больше похож, кстати, на серый теплый, но вот серый теплый, который у скетчмаркера, он уже даже с немножко таким вот коричневатым, сиреневатым даже оттенком, он реально теплый. То есть здесь разница, ну, очень сильно видна. Так, еще я бы для себя, наверное, для вас отметила то, что у меня есть один, ну, одни из любимчиков цветов, которые я всегда использую, и мне нравится, что, допустим, в той же черной палитре я могу использовать не чисто черный, особенно в ботанике. Я, если мне нужен какой-то темный-темный цвет, вот, это мой любимый, это ВБ, запомните его. Вот он, как раз я его, кстати, сейчас рисовала и использовала. Он вот так вот будет выглядеть, номер ВБ. Этот цвет очень классно дает глубину, контрастность, если вы используете. Я его заменяю серым. То есть в ботанике я практически не рисую серыми, и вот этот вот оттенок, он мне отлично помогает создать какой-нибудь контраст. Потом есть еще также мои любимчики, ну, я, в принципе, люблю сиреневые, но есть любимчики, которые сложные сиреневые, и вот сейчас наиболее часто я использую вместо серых именно сиреневые. Это позволяет мне создать более такую холодную сложную композицию. Это, к примеру, вот BG71. B123, B122, B125, B115 вообще постоянно в обиходе, и B114. Это вот такие вот часто используемые мною именно в замену серых. Это можно, кстати, посмотреть. Ну, вот здесь вот у меня добавлены даже к серому, один какой-нибудь более сиреневатый холодный оттенок. За счет этого сразу тот же, допустим, зеленый, он оживает. А серый он все-таки больше немножечко приглушает и, ну, не то чтобы омертвляет, но для ботаники он, наверное, сиреневый вообще-таки дает как раз вот жизненный вот этот оттенок, который требуется для растений. Так, какие у нас вопросы? А, что за линер? Линер, скетч-маркер, вы еще не знали. Есть линеры разной толщины. Вот у меня здесь единичка, 0.1, есть 0.5. Вот такой вот дизайн. Вы их также можете приобрести уже. Это тоже новинка. Но уже даже, наверное, не прям-прям новинка, уже полгода, как она почти есть. Вот. И у меня есть вот 0.5 и есть 0.1. Они довольно-таки такие легенькие, очень удобные. И вот я часто больше всего использую 0.1. Вообще замечательно. Так, что у нас там еще по поводу вопросов. Нет вопросов. Так, давайте мы еще сейчас посмотрим, что у нас. Так, по поводу оттенков еще, да, почему, ну, некоторые бывают задают вопрос, почему там светлые быстрее заканчиваются. Потому что светлые мы используем намного чаще. Это один момент. И вдобавок мы, когда рисуем, ну, к примеру, я сейчас возьму какой-нибудь светлый. Мы, когда рисуем, вот, мы, чтобы уплотнить свет, светлым чаще всего делаем несколько слоев. Это вот просто даже, наверное, рефлекторное происходит для того, чтобы уплотнить, потому что он очень светлый, его хочется увидеть. Особенно это вот даже на серых, на светло-сиреневых каких-нибудь можно посмотреть. Ну, вот этот не сильно такой прям светлый. Линер, да, возостойкий. Вот я как раз рисовала по ним маркерами. Вот, пожалуйста, сейчас еще раз продемонстрирую. Я нарисовала линером и тут же рисую маркером. Смотрите, есть еще момент. При работе с определенной бумагой линер по-разному может высыхать. Вы обязательно посмотрите перед работой, на какой вы бумаге рисуете. Допустим, на азоволе вообще без проблем. Она никак не растекается, потому что он моментально высыхает, моментально впитывается. На бумаге, которая прям сильно-сильно растекается, то там нужно чуть-чуть подождать. В принципе, практически любой линер, потому что он не успевает впитаться. Почему не успевает впитаться? Потому что бумага специальная для того, чтобы много слоев на ней не сделаешь, то есть прослойка идет, и она сама по себе, она не впитывает, а как бы слой ложится. Поэтому, если она не высохла, она может чуть-чуть растушеваться. Но, в принципе, вот я сейчас рисую, все замечательно, все ложится прекрасно. Чуть-чуть в начале может растушеваться. Так. А, линеры у нас появятся, сказали, мне вот тут вот подсказали, что появятся летом. Саврала я вам. Простите. Обнадежила. Вот, летом появятся линеры. Это я, счастливчик, который имею уже их. Так. Что у нас еще по вопросам? Дайте вопросы по градиентам. Советы, да, дайте вопросы. По градиентам вы имеете в виду, как выбрать оттенки по градиентам, или как их создавать, равномерность? Смотрите, по градиентам такая же история, на самом деле. Все зависит от бумаги. И вот, допустим, я уже сколько провожу тех же мастер-классов, онлайн-мастер-классов в школе, у меня получается так, что зачастую у учеников не всегда получаются градиенты, независимо от бренда, а все влияет бумага. Бумага очень влияет, и для новичков, кстати, я вот не рекомендую The Wall, потому что она очень сложна, сложна именно в переходах. Быстро высыхает, и вот такой вот плавный градиент новичкам бывает очень сложно сделать. Вот мы сейчас с вами протестируем. Как раз вот бумага, которая очень течет, бумага, которая сухая, The Wall, да, и бумага, которая средняя, скажем так, гладкая, которая, наверное, чаще всего встречается в скетчбуках, это 160 грамм. И давайте возьмем каких-нибудь близких оттенков, близкие оттенки возьмем, которые у меня здесь есть с собой. Сейчас мы возьмем. А, и еще один момент. От плотности цвета тоже очень-очень сложно это все смешивается. То есть если у нас темный цвет, и мы его резко смешиваем со светлым, то, естественно, будет очень сложно смешать. И многие берут какой-нибудь чуть ли там не темно-синий и берут его, смешивают там, ну, к примеру, с бледно-желтым, либо зеленым, и хотят, чтобы у них получился плавный градиент. Ну, такого чуда не будет, потому что сам по себе цвет темный сложно растушевывается в том плане, что сложно растушевываться светлым оттенком. Так, давайте буду показывать том. Ну, вот, к примеру, темный я взяла цвет, и беру средний оттенок, который наиболее приближенный. Вот, и, как видите, я... Смотрите, еще момент, когда вы смешиваете, вы чуть-чуть заходите на край темного цвета, то есть не на весь цвет, а именно на край. Почему не на весь? Потому что вот на этой данной бумаге, если вы зайдете на весь цвет, вот смотрите, что светлый цвет, он высветляет и делает разводы, и у вас плавного градиента, хотите вы или нет, у вас не получится. И, допустим, берем мы какое-нибудь, давайте, сложное смешение, какой-нибудь розовый, кислотный у меня такой вот он. Видите, мне сейчас сложнее смешать, потому что он очень такой светлый и яркий, за счет того, что цвет более серый и более плотный. Естественно, на вот этой бумаге сложнее делать переходы, точнее, не сложнее, а с этим цветом сложнее делать переходы, если у вас цвета идут, ну, не по порядку, по оттенку. То есть у нас какой-то темно-серый там, и сразу мы берем какой-нибудь светло-розовый. Вот эти цвета, они, в принципе, на любой бумаге сложнее смешиваются. Вот я сейчас быстренько вам сделаю еще. Допустим, вот он темный. Еще пока высыхает маркер, он хорошо смешивается. На заволе такая история не прокатит, потому что на заволе он быстро сохнет. И нужно реально попасть на вот этот вот только кончик и смешать, не делать много слоев, чтобы не было какой-то такой кашицы. Так, и смотрите, давайте я сделаю какой-нибудь розовый. Вот, все, на заволе вообще вы не смешаете просто. Если здесь вы хоть как-то могли смешать, вот он даже, я еще могу разводить, разводить его, потому что бумага позволяет делать вот эти вот разводы, позволяет делать вот такие вот выедания, то есть светлый цвет, он выедает, цвет темнее. Но вот этих, в принципе, всех бумагах, вот я вот здесь даже, даже если маркер высох, я могу его разъесть, развести. То есть вот этот темный сейчас сложнее. Но смотрите еще в чем фишка. Обязательно, когда вы по темному светлым маркером порисовали, обязательно почистите вот так вот перышко, вот таким вот образом. Не обязательно, конечно, на рисунке, вы один листик можете иметь при себе, но обязательно чистите свое перышко, чтобы оно у вас не загрязнялось и не было потом черненьким. Вот вам две бумаги и два вида смешивания. Я люблю рисовать на вот этой, но смешивается на вот этой лучше для новичков. Я вот такие вот переходы создаю за счет, ну, чтобы у меня, допустим, плавный какой-то переход. Я выхожу из этой ситуации за счет большого количества оттенков маркеров, когда я могу подобрать нужный цвет. Либо, ну, когда мне в действительности нужен какой-то такой резкий переход. То есть это все индивидуально, и на каждой бумаге это все по-разному. Поэтому для себя, когда вы начнете рисовать, обязательно попробуйте лучше бумагу, либо, если вы только начинаете, вот берите 160 грамм. Я не знаю, там самый бюджетный вариант, заходите в комус, пачка колоркопик, 160 грамм. Вообще без проблем, вы на ней хоть зарисуйтесь и зарисуйтесь. Я так и начинала, вот. А потом я уже просто выбрала бумагу. Это все на самом деле со временем приходит, и вы понимаете, что и как. И, кстати, у меня был такой вопрос часто. Ой, ну, допустим, порисовали на вот этой односторонней бумаге. Ой, у меня бумага вся пропустила. У меня там сзади такое вот пятно. Это все нормально. Это бумага маркерная. Она предназначена для маркеров. И не существует пока еще бумаги, которая, ну, создает какие-то живописные эффекты. И при этом, чтобы не пропускала, кроме The Wall. Пока что вот нету ни одной бумаги. Это тоже вопрос мне задавали. Я вот вам тоже рассказываю. Так, давайте еще сейчас быстренько по вопросам. Эфир будет сохранен обязательно. На чем рисовать, если нет бумаги для маркеров? Если нет бумаги для маркеров, вот я вам предлагаю Color Copic. И, в принципе, можно рисовать на офисной, но проблема... Можно даже рисовать на акварельной. Я вот недавно видела вообще суперогромные работы на акварельной бумаге. Но у вас будет очень-очень большой расход маркеров. То есть это нужно тоже учесть. И если вам не жалко... Ну, то есть если у вас есть маркеры, почему у вас нет возможности найти бумагу наиболее подходящую? Лучше берите для маркеров. Так, у скетч-маркеров, кстати, тоже в скором времени будет пост про бумагу. И появятся новые виды бумаг, которые будут отлично подходить для маркеров. Так что ждите. Такой вот вам немножечко подзаряд. Ждите, в общем, линеры, ждите бумагу. Скетчбуки, я же, тоже, надеюсь, будут. Будут, говорят. Большая даже линейка. Ну, вообще супер. В общем, у вас будет полный набор. Так, что еще я вам бы хотела рассказать? Я вообще могу много-много рассказывать, и меня можно сложно, очень сложно остановить, потому что много хочется говорить и рассказывать, и много информации уже изучил. Так, что еще? Что палитра... Тут, 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 процветая вам все сказала. Кто готов порисовать? Пишите. Я сейчас вам для начала покажу некие такие упражнения по брашам. Я их часто привожу в пример, например... Есть пуля? Я вот прям с пулей хочу показать любой пулю, вообще цвет какой-нибудь поярче можно. Отлично, любимый. Чтобы сравнить возможность браша и почему лучше выбирать браш. Пулей можно рисовать спокойно. У всех маркеров есть обратная сторона, долото. И можно рисовать ей вообще спокойно даже ботанику. То есть за счет вот широкого поля и растушевки у нас появляется хорошая покрываемость и не высыхает. То есть если вы начнете пулей заливку делать, даже круговыми супердвижениями, даже хорошим таким растушеванием, все равно... Ну вот на темном, кстати, хорошо здесь бумага сейчас прекрасно так смешалась. Ну вот здесь вот покажу. Пока вы штрихуете, ну заливку делаете, особенно если это крупный предмет, это вообще... У вас вот здесь вот появляется переход, который виден. То же самое, допустим, вот здесь мы делаем. Ну это очень здорово в упражнении взять какую-нибудь фигуру. Вот на этой бумаге вообще прям сильно видно, да. Здорово взять бумагу, на которой вы рисуете, и порисовать, допустим, фигурку. И попробовать ее залить. Любую фигуру, неважно, круг, квадрат, хоть что. И попробовать ее залить, и посмотреть разницу. Вот, как только вы начинаете определенную фигуру заливать, у нас сразу появляются вот эти вот переходы. Что касается браша. Ха-ха-ха. Так, сейчас какой-нибудь тоже оттенок такой возьму. Что касается браша, у него есть своя особенность. Ну это наш кружок. За счет того, что, во-первых, мы можем заливку делать вот таким вот образом. И у нас равномерно будет все равно ложиться цвет. То есть вот этой мягкостью. Во-вторых, заливку мы можем сделать вот такими круговыми движениями. Это самая идеальная заливка будет именно таким вот образом. Когда вы слегка заходите на край, сейчас она высохнет, кстати, бумага, и будет более равномерно. Еще, кстати, момент вспомнила. Если мы на этой бумаге, допустим, делаем заливку, мы сразу видим примерно оттенок, который реально будет практически в точности, как он есть. Если мы рисуем на вот более гладких и белых бумагах, и та, которая не односторонняя, у нас получается цвет сначала такой немножко темный за счет мокрости вот этой спирта получается, как чернила. А потом он высыхает, и появляется нужный цвет. И как видите, вот вообще супер, вообще заливка получается на заволе, если правильно заливать. Но это все время, это все практика, поэтому, ну вот допустим, то, что мы здесь рисовали, было сложнее, да, но если мы делаем вот такими вот равномерными заливками, круговыми движениями, вот, то у нас очень здорово получается заливка. Дальше. Попробуйте сделать как раз вот градиенты на разных бумагах. Выберите для себя бумагу, которая для вас будет наиболее подходящей. Тогда вы будете получать удовольствие, а не нервничать и переживать то, что у вас не получается какой-то определенный переход. Так, по поводу дальше брашей, да. Ну вот, допустим, что мы можем сделать пулей. Пулей мы можем сделать какие-то, не знаю, там, быстрые травинки, штрешочки, там, не знаю, линии, ровные, тонкие линии, да. А что мы можем сделать брашем? А брашем мы можем сделать все. То есть мы можем также сделать тонкие линии, идеальные, причем еще даже тоньше, чем пуля. Мы можем сделать толстые линии, если нам нужно. Мы можем за счет нажима контролировать подачу чернил. То есть если нам нужно небольшое количество, если нам нужна растушевка, ну, допустим, вот мы нажали, отпустили, как кисточкой вы рисуете, и, допустим, вот сюда вот так же продолжить. Это все можно сделать за счет брашей, пулей вы ничего такого не сделаете, да, лото вы тоже таким не сделаете. Потом, ну, бывает, часто используешь какие-то определенные эффекты, текстуру передать, фактуру, например, тоже шерсти, в ботанике, как раз лепестки, чтобы мы заливку делаем неравномерно, а делаем такую, чтобы это было вот именно плавное. Допустим, мы сделали такой нажим и дальше взяли более светлый цвет и поверх него таким же нажимом растушевали, чтобы нам, допустим, сделать какой-то переход. Вот, это я сейчас, кстати, буду в растении показывать, на листике. Потом, допустим, когда какой-нибудь ландшафт либо пейзаж, что-нибудь быстро нам нужно сделать, те же деревья, мы можем вот таким образом кисточкой работать с фактурами. У меня тут лист заканчивается. Так, давайте сюда перейдем. Потом, что еще? Ну, вот, по поводу тонких я, в принципе, сказала. В общем, пулей вы этого ничего не сделаете. Вы даже сами посидите, посмотрите, что можно сделать пулей, что можно брашем. Долото, конечно, уже чуть большая возможность, чем у пулей. Я на всякий случай вам также покажу. Ну, допустим, вы делаете тонкую линию, вы делаете толстую линию. Долото, кстати, не все знают, что можно рисовать и тонкой линией, да, и можно толстой линией заливки делать. Поэтому вот эта тонкая линия, она тоже здорово дает какие-то эффекты. Чаще всего, кстати, в интерьерах, когда вам нужен там паркет и сделать какие-то вот такие вот наложения, там, какие-то, не знаю, более такие эффекты создать. Кирпича, к примеру, вот именно вот Долото в этом плане вообще очень круто и здорово задает. Но если у вас есть браш, у вас, кстати, у браша есть и Долото, и браш, вы можете и брашем такие же эффекты создавать. При этом, если вам нужны не грубые линии, а более мягкие, вы можете как раз мягкость соблюдать. Вы можете как и более жесткие сделать, так и какие-то закорючки мягкие. То есть это, в принципе, та же кисть, как у акварели, вы пишете, причем упругая, хорошая, там, колонковая кисть, либо синтетика, но при этом с контролем подачи чернил. То есть в акварели не всегда это можно прям контролировать, а в маркерах это все можно контролировать. Так, ну что, у нас еще есть вопросы. Как спасти картинку, если маркеры стали смешиваться? Так, сложный вопрос. Как спасти картинку, если... А, если вы, наверное, про вот этот вот эффект, когда у вас началась заливка. Или не совсем просто поняла вопрос, как спасти картинку, если маркеры стали смешиваться. Но они и должны смешиваться. Вот. Задайте, если что, более сформулируйте вопрос, чтобы я поняла вас. Так, лучше пуля или кисть? Ну, я, в принципе, сейчас ответила на этот вопрос. Единственный, наверное, такой вот нюанс, то, что браш, пуля и браш, они разные по стоимости, да. И многие заостряются на этом внимании. Но, поверьте, брас стоит того, чтобы заплатить чуть больше и использовать именно его. Тем более, у маркеров есть чернила, которые можно приобретать также. И если у вас заканчивается маркер, можно спокойно заправить и не переживать. Так, сколько стоит замена чернил? О, вот как раз вопрос. Чернила стоят 240 рублей на все оттенки, на любые. Поэтому, в принципе, цена вообще, если сравнить копиковские чернила, как минимум даже в России, они около 600... Ой, простите, 800 рублей. А даже если вы будете их заказывать через Таиланд или еще что-нибудь, как минимум, по-моему, 400-450 рублей тоже. Разница колоссальная. Так, ну что, я очень-очень много поговорила. Если есть еще вопросы, в принципе, пишите. Давайте, не знаю, сколько у нас там времени порисовать. Как раз нарисуем листик. Кстати, вот эта картинка. И вот, пожалуйста, все равно за счет того, что плотная бумага, появляются какие-то более блики. Вот картинка, вот иллюстрация. Так. Сейчас я подготовлю себе... Ну, бумажечки я оставлю. Возможно, что-то еще нужно будет продемонстрировать. У нас картинка... Так, что у нас тут с резкостью? Картинка вы найдете, кто присоединился в сторис, у скетчмаркер в профиле. Мы будем рисовать листик. Я специально выбрала лист. Не обязательно его сейчас рисовать полностью, нужно будет. Нам важно посмотреть как раз переходы. Именно вот эти плавные в брашах. Так. Просто наметим... Я, кстати, по поводу линера... Я его чаще всего использую для предметки, архитектуры, более грубых каких-то контуров. Для ботаники я чаще всего... Ну, здесь, кстати, у меня в ботанике использовался линер тоненький. Как раз скетчмаркер 0.1 я использовала. Сейчас мы посмотрим, в принципе, может быть... Может быть, мы его добавим. Но я сейчас нарисую сначала карандашом. Я люблю крупно делать, но постараюсь сейчас крупно не делать. Чтобы мы успели хотя бы листик и божью коробку проработать. Так. Для тех, кто у нас, к примеру, новичок, как, с чего мы начинаем рисовать, мы рисуем карандашный контур. В идеале, если вы сразу рисуете линером, неважно, давно вы рисуете или недавно, но в ботанике я предпочитаю больше использовать либо простой карандаш, либо цветной карандаш. Именно для построения рисунка. То есть, линер я там не использую. Так. Я постараюсь это довольно-таки быстренько сделать сейчас. Не акцентируйте внимание на какой-то точности расположения этих листиков. Я знаю, очень многие сидят там, вымеряют, где какой листик, где какая пропорция идет. У вас со временем это придет, ощущение. И вы будете видеть разницу, где больше, где меньше листик. Так, я вот более схематично сейчас сделаю. В принципе, эти листики больше похожи на сердечки. Он тоже рисовать хочет вообще. Просит маркера, я им не даю. У меня, кстати, кот так же. Как только начинаю рисовать или прямой эфир, он сразу же приходит, ложится на стол и демонстрирует себя. Поэтому не отвлекаемся. Так, ну вот он наш листик. Там примерно где-то там веточка, на котором он держится. И давайте, может, там отметить, где у нас там божья коровка. Я прям постараюсь более-более быстро это все показать вам. То есть мы сейчас не уходим в реализм какой-то. Это мы работаем именно с брашами, чтобы посмотреть, как они у нас идут. Там ножки, лапки. Так. Вот мы, допустим, наметили первый такой рисунок. У листиков есть такой интересный рисунок. Это клевер, да, у нас. Вот такой вот светленький-светленький там рисунок. Я его, кстати, я его сейчас вам показала карандаше. Я его не буду рисовать. Это все я буду отмечать маркерами. Так, сейчас я уберу лишние какие-то линии. Я в основном это делаю клячей, чтобы не повредить ту же бумагу. И убираю лишнюю пыльцу с карандаша. Потому что она также может забивать ваш наконечник. Особенно это видно на светлых маркерах. И я поначалу, когда только-только начинала рисовать, я не понимала, почему мой наконечник становился темным. Черным. Он у меня забивался и потом просто даже не рисовал. Почему? Потому что я рисовала по карандашу. По акварельному карандашу, по которому нельзя рисовать. Так. Те направляющие, опять же, вот эти вот все прожилки, я их тоже не рисую. То есть я буду это сейчас маркерами все делать. Такой а-ля Прима. Как в акварельном эффекте. Так. Я беру светлые оттенки. Ориентируюсь я на вот свою палитру, которая у меня сейчас есть. G45. Это у меня будет как раз самые-самые светлые прожилки. G53. Потом еще сразу подготовлю G83. И, кстати, вот у меня я выкраску обязательно сделала на бумаге, которую я рисую. То есть она... Ну, у меня, в принципе, сама выкраска основная, она тоже на заволе. И на палитре, допустим, маленькие, которые удобнее с собой взять. Если вы же не будете там огромную палитру носить с собой и в кафе рисовать. Естественно, вы можете подготовить оттенки, которые берете с собой, и в палитре сделать выкраску. Так. Сейчас я найду. Вот. То есть у меня есть определенный зеленый. Вот я беру вот этот светленький. Вот это G83. G53. G51. Сейчас возьмем. Так. G51. И G81. И G10. Все, вот у меня пять зеленых. Почему разные беру? А, еще какой-нибудь такой желтоватый нам нужен для того, чтобы яркость там передать. Где солнышко падает на листик, там желтизна появится. То есть зеленый на самом деле он у нас может быть от светло-желтых, от смеси с желтым. Может быть смесь с синим, может смесь с серым. И когда вы рисуете, не рисуйте просто одним зеленым. Но если вы начинаете, вы можете в принципе три взять зеленых и добавляете, к примеру, серые оттенки, которые в принципе чаще всего используются вообще у всех. То есть три серых, я думаю, у вас точно есть. И если у вас три зеленых, вы просто смешиваете их между собой, у вас получается очень сложный и интересный зеленый. И вообще, пробуйте вообще смешивать все цвета, все оттенки. Это тоже делает интереснее и богаче вашу иллюстрацию. Так, беру сразу G45, он такой бледно-бледный. И я сейчас не смотрю на прожилки, я смотрю сейчас именно на рисунок вот этот вот, который имеется на листике. Кстати, скрип маркера в зависимости тоже от бумаги. Если бумага более гладкая, уже не так слышно. На бумаге The Wall, за счет того, что она более матовая, скрип вот этот сильнее слышен. Так, некоторых на самом деле смущает этот звук, но вы не слышали звук брашей для каллиграфии. Там все пожестче. Так, берем дальше. Я сейчас разбираю один листик, чтобы вы потом самостоятельно, если что, довели эти листики все дальше. Дальше беру G53, уже потемнее. И добавляю этот цвет такими вот прям мазками. Как видите, я работаю мазками в ботанике, и это очень здорово позволяет вот за счет брашей создавать вот такой более пластичный переход, мягкий и более живописный. То есть я не люблю картинки, которые напоминают, ну, какие-то компьютерную графику, к примеру. Но это у всех все индивидуально. Я все-таки люблю акварель и люблю, когда у маркеров идут такие переходы интересные, сложные. И, кстати, сейчас я вообще не смотрю на вот эти прожилки, но стараюсь работать по направлению листика. То есть я не делаю так, что в разные-разные стороны штрихую, а работаю в направлении листика. Почему? Потому что даже с минимальным нажимом, даже если очень плавный переход, все равно нет-нет, бывает эта штриховка может проскользнуть. И если у вас штриховка в другую сторону, вне направления листика и прожилок, то это будет заметно. Ну, в общем, вы только испортите свою картинку. То есть у меня есть направление вот этих прожилок, я стараюсь в этом направлении и класть. То есть если у меня эти прожилки сюда, то сюда. Но пока у меня здесь никаких прожилок нет, как вы видите. А вот теперь, кстати, вот этим же цветом G53 я немножко отмечу центр. И вот здесь у пятнышка также добавлю такой вот сразу переход. И можно уже как раз прожилку эту добавить. Кстати, мы не поговорили еще важный момент. От того, что когда мы, допустим, нарисовали один слой маркера, потом еще слой положили, наш цвет будет уплотняться. Ну, допустим, у меня вот листик. Вот даже здесь сейчас эти прожилки видны, хотя я рисую одним и тем же цветом. Допустим, вот у нас один цвет. Сейчас он пока подсохнет, и я сверху положу еще цвет, а другой оставлю. И вы увидите разницу. Я намечаю эти прожилки. Он такой бледный-бледный, насколько он у вас виден. И прорисовываю. Прям вот так вот поверх листика. Прожилки разные. Не рисуйте просто палки. Старайтесь нажим делать от середины и к краю листика отпускать. То есть вот таким вот образом. Вот так вот. То есть нажали и отпустили, чтобы у вас прожилка была более реалистична. Дальше. У листика есть такие вот зазубрины. Немножечко на краях прожилок. Так. Вопрос. Хорошо ли ими рисовать? Впервые. Как он по качеству? Так. Это два разных вопроса. Давайте впервые покупаю скетчмаркер. Как он по качеству? Я ими не впервые рисую. Уже очень много иллюстраций сделала. И можно сказать... У меня, кстати, есть вообще полный ботанический курс. Я записывала только скетчмаркерами. И все замечательно. Прекрасно смешивается. И по качеству, и по стоимости, кстати. Это тоже приятно. Прекрасное смешивание. Прекрасное качество. И прекрасная цена. То есть я считаю это очень важным. Так. Следующий вопрос. Хорошо ли ими рисовать? Хорошо ими рисовать. Так. Нас остается там немножечко времен до перерыва. Точнее, не до перерыва. А до того, как нас отключит Инстаграм. И я сейчас возьму G51. Это уже такой прям яркий-яркий цвет. И от серединки, оставляя прожилку светлую, работаю темным. Тем самым я сразу отмечаю вот эту вот прожилину. Сейчас у меня, видите, такой довольно прям плотный цвет. Похож вообще на детский рисунок какой-то. Но, что я делаю? То есть я сделала это пятно. И потом беру предыдущий оттенок G53. И просто вот это вот растушевываю к краю листика. Здесь, опять же, в зависимости от бумаги, допустим, в заволе я могу даже слоем залезть на маркер. А в других бумагах лучше только краешек затрагивать. Так, не забываем про рисунок. Вот я здесь уже немножко забыла, но это не беда. Это можно будет с белой гелевой сделать. Так, растушуем вот эти вот краешки, чтобы у нас более равномерно это было. Так, зебрышка такая. У нас еще вопрос. Что за бумага? За бумагу я целый эфир про нее рассказываю. Это The Wall. Концент The Wall. Она двухсторонняя. На ней можно рисовать с двух сторон. Вот так вот. И с этой стороны, и с этой стороны. И по ценам маркеров пишите в Директ. Вообще, на самом деле, вы берете, набираете в интернете скетч-маркер. У вас сразу выбивается магазин, где продаются маркеры. Вы выбираете наиболее подходящий вам способ и магазин, наиболее подходящую доставку и стоимость доставки. И подбираете себе палитру. Мне один раз сказали, что не могут подобрать цвета. Ну, к примеру, вот на курсе определенный... Ну, как раз у нас чуть-чуть осталось времени. Это важный, кстати, вопрос. Ну, к примеру, есть определенная палитра цветов для курса. Там, я не знаю, для того, чтобы там ехать куда-то вам рисовать или еще, неважно. Но нет вот прям номера... Ну, к примеру, мне нужен там G13. Ну, нет этого номера нигде, ни в одном магазине. То есть, он закончился. Я просто беру и смотрю по палитре, какой наиболее подходящий. Вот он такой желто-салатовый. Какой я могу еще наиболее приближенный оттенок подобрать? То есть, не нужно привязываться к номерам вот прямо в точь-в-точь. Если это G13, вот, к примеру, G34 тоже отлично подойдет. Даже если они оттенки, вы можете взять просто зеленый и к нему добавить желтый при смешении. Вот я, кстати, на листике вам сейчас покажу, как это сделать. Вот я поверх положила желтенький. И у меня получается такой желто-салатовый оттенок. Такой, который мне нужен был, допустим, только одним цветом, там, другим. Предыдущим оттенком я могу растушевать, у меня уже будет усложняться. И у нас еще минута есть, есть, спокойно. У нас пока еще ничего не мигает. Вот, я могу растушевать это все дело. Вы, главное, сейчас, когда нас отключат, вы не теряйтесь, не пропадайте. Мы будем продолжать рисовать. Вы обязательно присоединяйтесь, потому что начнется сейчас самое интересное, когда мы наш листик будем делать более реалистичный. Как видите, у нас сейчас такой более акварельный эффект получается. Графику я добавляю, то есть при детализации уже в самом конце у меня появляется вот эта более графичная структура. И чтобы у меня вот такие вот резкие не были прожилки, я уже прохожу предыдущим оттенком. И у меня все замечательно происходит. Так, я хотела вам показать тот листик зелененький. Где, 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 куда я его положила? Вот, помните, мы говорили про оттенок? Вот он, тот же G53. И я беру просто рядышком тот же самый цвет, вообще в один в один. Один и тот же маркер. Я провожу рядом оттенок. И видите, какая разница у нас получается. То есть вот этот светлее сейчас, этот темнее. Почему? Потому что, ну, он высох. Мы сделали еще один слой. И у нас на том маркер сразу темнее. То есть это позволяет также нам иметь один маркер, но иметь несколько тонов одним маркером. Это очень удобно. И немногие, кстати, это используют и понимают. Поэтому, если вы увидите, что кто-то рисует и потом еще раз слой делает тем же самым маркером, это все нормально. Это так надо. Вы тоже пробуйте и рисуйте. Так, бледно-желтенький бы мне еще. Вай 63. Ладно, я G этим продолжу. G13. Вот именно на кончике у нас, у веточки, там где крепление, у нас такая более желтизна идет прям. Но если мне вот, у меня есть только вот такой вот яркий маркер. То есть у меня сейчас ограниченная палитра, что же мне сделать? Я беру яркий маркер сначала, а потом поверх него накладываю какой-нибудь такой более бледный оттенок зеленого. И у меня сразу этот яркий, он приглушается, но при этом получается оттенок, который наиболее подходящий для меня. Могу там еще чуть-чуть утемнить, к примеру, еще чуть-чуть утемняю. У меня получается то, что мне надо. Так, еще я добавляю немного контура. Контура тонкой-тонкой линии, как раз браш это позволяет. Я вот таким образом тоненько прохожу в определенных участках. Не обводите полностью рисунок, ни в коем случае. Он у вас будет сразу... Если вы рисуете какое-нибудь аниме, то пожалуйста, обводите, делайте что хотите. Если вы хотите, чтобы ваш рисунок был более похож на графику какую-нибудь декоративную, то да. А если вы хотите более реалистичную, то избегайте чистый контур. И вот где-то я даже, бывает, нарисую контур и его растушевываю. Так, нам осталось сделать падающую тень и немножко... Сейчас мы вот здесь вот тоже подрастушуем, чтобы у нас не было таких резких прям переходов у прожилок. Разные цветочки, разные листочки бывают. Какие-то прожилки более отчетливо видны, а какие-то прожилки еле-еле видны, но они есть. Даже там у гладких листиков, если присмотреться, хоть одна какая-нибудь там прожилена, но будет. И вот, кстати, я сейчас вам покажу, что мы сделаем с вот этим рисунком, где я залила. Это тоже не переживайте, это все мы сделаем. И, как видите, я еще дорабатываю листик мазками. За счет мазков у меня получается прям такой воздушный, мягкий листик. И если вы посмотрите на референс, листик, он имеет фактуру, имеет текстуру такую. Даже самый-самый гладкий лист, он все равно имеет какие-то такие пятнышки. Это тоже очень важно. Ну что, сейчас нас отключают. Так. Ну что, собираемся все снова. Начинаемся заново. Так. Вижу-вижу, уже появляются. Знаете, что мне еще было вообще интересно, кто вообще рисует? Вот прям очень-очень интересно, кто сейчас со мной рисует. Есть такие? Пока все присоединяются, я сейчас еще отвечу на вопрос. Где вы так научились рисовать маркеры? Сама научилась. Ну, смотрите. Упорство, труд, все перетрут. Любой человек может научиться как рисовать, так и рисовать любым материалом, если он упорно этим занимается и трудится. У меня есть художественное образование, но при этом каждый материал имеет свою особенность, и к нему нужно привыкнуть. То есть, есть также любители определенных материалов, да, кто как выбирает. Я остановилась на маркерах, и уже больше, ну, уже два года я рисую маркерами, и, естественно, качество исполнения, это все со временем улучшается. Улучшаются мои какие-то те же рисунки вообще, если взять техники. Техника меняется, меняется материал, меняется бумага, которую ты рисуешь. Это все адаптируется. Со временем вы улучшаете, скажем так, свою технику. Вот. И можете рисовать красиво маркерами. То есть, чтобы научиться, нужно время и нужно ваше желание. Вот. Так, я буду уже продолжать рисовать, вы задавайте, продолжайте мне вопросы. Я опять беру G51, еще чуть-чуть доработаю прожилки, и у меня вот здесь вот этот листик, хоть я его еще не нарисовала, но он у меня поверх будет вот этого листа. И чтобы у меня появилось ощущение падающей тени на нем, мне нужно утемнить его. Ну, утемнять я его буду не серым, не темно-зеленым. Я буду утемнять его сиреневым. У меня есть более открытый сиреневый, и сейчас мы посмотрим более светлый. Сейчас посмотрим, какой будет лучше. Ну, вот, бледненький, сиреневый, он еле-еле виден, но вот в том моменте, где у нас светлые цвета, можно им накладывать. То есть, я прям по вере зеленого беру сиреневый, не удивляйтесь, некоторые могут удивиться, и рисую, да, накладываю падающую эту тень. То есть, можно на зеленый накладывать сиреневый. Вот. Можно и розовый, в зависимости, чего вы хотите добиться. Вот у меня более такой сиреневый, сиреневый V53. Накладываю его, и у меня появляется падающая тень, но при этом более сложный оттенок. То есть, не просто зеленый, а зеленый, глубокий, такой интересный. И можно взять BG72, вот у меня здесь под рукой, чтобы прям утемнить. Я могу вот в эту вот, в глубину его добавить. Еще можно, чтобы отличить от того, что у нас там глубина какая-то, мы можем этим сиреневым вот так вот отделить этот листик. Мы можем даже этим сиреневым сразу показать, что у нас вот здесь будет какой-то листик, и растушевать его средним. То есть, мы можем работать от тени, а потом накладывать цвет, допустим, зеленый, поверх этого сиреневого, они также будут смешиваться. А можем сначала класть цвет, и потом работать с, допустим, добавлением того же холодного сиреневого. Этот же сиреневый я немножко, не этот, а который по-сиреневее, вот этот BG72, сложный такой. Я начинаю добавлять немножко в оттенки зеленого. Прям вот, если вы заметите, такими мазками, точечки. Я люблю это дело вообще. Это тоже добавляет такую, может быть, даже и декоративность, но в то же время воздушность, легкость. Ну, такие вот буквально несколько. И у нас сразу появляется воздушность. Это я сиреневым сделала. На самом деле, точечки нам нужны, потому что сам листик по себе, он такой вот фактурный, текстурный, как я и говорила. В нем есть такие пупырышки всякие. Это все мы также можем проработать зеленым. Мы подбираем оттенок, который у нас будет не сильно контрастно, но и не сильно бледно, чтобы он выделялся немножечко. Также вот я мазками где-то что-то чуть-чуть накладываю. Что мы будем делать с вот этим петом? У кого бумага 160 грамм, вы спокойно можете взять либо блендер, либо бледно-бледно-зеленый, и просто вот это вот дело растушевать. И у вас уйдет, ну, нужный цвет, у вас вот эта бледнота цвета, она появится. То есть развод появится. На заволе вы такое не сделаете. Хоть что вы делаете, хоть колдуйте, хоть что. Ну вот я вот максимум, насколько это растушевывается, вообще минимум. Что я в таком случае делаю? Я беру гель-ву ручку. В моем случае это более-более жирная сакуровская ручка. И что, смотрите как. Почему жирная? Потому что я беру вот так вот растушевываю ее. То есть я сначала наложила такой определенный слой и вот так пальцем растушевала. Наверняка многие уже пробовали этот эффект, но многие не знают о нем. Вот, допустим, вы испортили, утемнили цвет какой-то, да? Ну вот как у меня сейчас, я увлеклась и просто залила этот цвет. Я просто беру гелевую и вот так вот растушевываю. Но это не все. То есть она сейчас у меня высохнет, она довольно-таки жирная. Когда она у меня высохнет, я спокойно могу положить поверх маркер. Но обязательно, чтобы она высохла. Потому что если она не высохнет, это, в принципе, практически тот же акрил. Он просто забьет ваше перышко, неважно, пулю, и все. И прощайте. Так. Той же гелевой я могу чуть-чуть где-то подвысветлить, допустим, если мне это нужно. Но я не рисую, допустим, прожилки чисто белым. Почему? Потому что это смотрится очень по-детски, декоративно. Простите. Так. И, допустим, вот край. Я не люблю резкий такой контраст в растениях. Если мы рисуем какой-нибудь... Вот здесь мы, кстати, рисовали. Тоже скетч-маркер мы рисовали. Нам нужно было очень-очень там блик какой-то резкий. То здесь мы использовали эту белую. И то она у меня здесь подрастушевана. Но когда мы рисуем белый блик на каком-нибудь предмете, то, естественно, там нужен белый четкий блик. И тогда я не растушевываю. Либо если бы у нас был глянцевый листик, там какой-нибудь такой прям блик глянцевый, там, не знаю, вот как на ягодке, к примеру. Как на ягодке. Вот такой блик я даже не растушевываю. Я по бокам растушевываю, но сам центр я его не трогаю для того, чтобы у меня был хороший такой сочный блик. Так. Ну, как проверить, что она высохла? Вы просто проводите пальцем. У меня уже сам по себе был грязный пальцем. Вот гелевый. Значит, оно высохло. И что мы делаем? Мы берем этот предыдущий, там, самый светлый наш оттенок G45. И чуть-чуть проходимся по этому белому пятно, именно гелевой. Сейчас оно еще и подсохнет, будет помягче. Если мы видим, что оно там сильно, мы можем еще чуть-чуть белого добавить. Если нам достаточно этого, мы можем и так оставить. Это, кстати, очень круто дает такие тоже более, возможно, там, акварельные, воздушные, вот эти вот эффекты. Так что учтите. Секрет вам рассказал. Так. И вот такие вот прожилины мы тоже можем добавить. Точечки. Ну, в общем, на самом деле с этим листиком можно посидеть, допустим, час. Можно посидеть, как мы с вами там, около 20-15 минут мы, наверное, с ним только с листиком. И можем так его и оставить. То есть для скетча это вообще уже вполне и даже уже он такой более реалистичный у нас получился. Единственное, вот здесь вот еще с прожилками на светлом пятнышке мы можем чуть-чуть добавить пятнышек. Так. Я еще бывает добавляю цветной карандаш для контура какого-то. Например, у меня вот сейчас черный карандаш, но черный я не очень люблю в ботанике. У меня больше темно-синий какой-нибудь, либо темно-зеленый. Но вот этот вот контур мы можем добавлять карандашом, либо мы можем добавлять белым карандашом за место той же гелевой, если нам не нужны яркие какие-то блейки. Вот, допустим, здесь вот чуть-чуть надо высветлить. Это, опять же, дополнение к тому, что если у вас ограниченная палитра, это очень здорово помогает расширить эту палитру. И единственный момент, когда вы рисуете карандашом, уже гелевая, во-первых, не нарисует поверх него. И если вы хотите рисовать по верхнему маркеру, то обязательно, чтобы этот карандаш был просто карандаш, не акварельный, и лучше всего на основе восковой какой-нибудь, чтобы у него не было пыльцы и не забивать наконечник того же нашего маркера. Так, ну что, давайте нарисуем сейчас божью коровку. Как раз у нас там такой бличок. И я, кстати, не нарисовала даже кружочки. Можно их наметить сразу, чтобы... Но здесь будет у нас другой эффект. То есть мы не будем обводить эти кружочки. Мы сначала сделаем заливку красным. И потом будем делать уже сами кружочки черные. Так, смотрите. Еще один момент. Нет, у нас немножечко божья коровка в перспективе. И когда мы рисуем кружочки, то есть они у нас, допустим, если она заворачивается туда вот, да, то кружочек у нас чуть-чуть присплющивается. То есть он уже неровный. То же самое кверху. Он чуть-чуть присплющивается. Это можно увидеть даже в жизни постоянно. Корзинка, к примеру, она там заворачивается, кружка заворачивается. Если вы посмотрите рисунок на кружке, он у нас заворачивается. То же самое на любой форме, любой рисунок будет вот таким вот образом происходить. Так, у меня на самом деле, не знаю, как у вас видно или нет, четкость вот этого мордочки, скажем так, этой божьей коровки. Сейчас я лапки еще вот здесь вот отмечу. Они здесь покороче. И здесь у нас такая более длинная лапка, которая как раз цепляется к листику. Так. Ну, теперь быстренько мы ее сейчас заливаем. Какие у меня есть красные оттенки? У меня есть R22, есть R13. Сейчас посмотрим. И нам нужен как раз вот более оранжеватый. Можно взять O43 и Vice 12. Это у меня вот в принципе оттенки, которые у меня есть. Сейчас будем смотреть. Я начну с темного. Еще один, кстати, момент хотела отметить, что когда мы открываем любой маркер, у нас нет никаких брызгов, у нас нет жидкости, которая вытекает из маркера, то есть он у нас равномерно заполнен. Еще, кстати, вот этот брызг, он может быть в дальнейшем появится, если вы неправильно заправляете чернила. То есть больше заправили, чем требуется в маркере чернил. И за счет этого сам по себе маркер будет, естественно, вытекать, потому что ему некуда девать эти чернила. Поэтому, когда вы заполняете этот момент, учитывайте, как только у вас с кончика начинает капать чернилом, когда вы заливаете, лучше вот в таком положении, вертикальном, только-только начинает капать, все, ваш маркер уже готов, он заполнен, и не стоит в него больше заполнять. Запомните на тот момент, сколько у вас помещается примерно там границ вот этих градаций чернил, и вы в дальнейшем будете просто контролировать. Я знаю, что некоторые прям вымеряют чуть ли не по граммам там на весах, но я этим не занимаюсь. большое количество маркеров, когда вы заполняете, ну это просто нереально, каждый взвесить, каждый отмерить. Как видите, я добавляю сейчас оранжеватый оттенок R113, у нас такой вот прям переход сразу появляется, и можно еще более оранжевый O42, то есть когда у нас предмет на солнышке, он сам по себе впитывает в себя более теплые оттенки, а тот, который уходит в тени, он у нас появляется более холодные оттенки, потому что в тени. Так, ну вот, сделали, можно еще R22 уплотнить вот здесь оттенок, можно, конечно, там и переходы супер делать, все остальное, что касается черного цвета, вот у нас сейчас появился черный, я не беру чисто черный, я, допустим, можно добавить там, где блик, вот вы видите, можно добавить голубенького сначала, то же самое вот туда наверх, можно добавить какой-нибудь светло-сиреневого, усложнить его, вот, и потом я работаю каким-нибудь либо темно-серым, либо темно-сиреневым, но сразу черным я вообще не работаю, то есть, вот, чтобы у меня появился вот этот плавный-плавный переход, глянцевость, так, лапки те же самые, я сначала отмечу таким сиреневым, может быть, сначала это смотрится странно, но в дальнейшем вы сейчас увидите в чем эффект, и, допустим, я взяла сразу ВБ, который у меня темный, но не черный, да, и добавляю прям сразу в контраст такой резкий темный оттенок, а блики оставляю, лапки, и тот светлый цвет у маркера я оставляю, он появляется у нас некий такой свет на этой лапке, потому что она тоже объемная, так, теперь кружочки, я их вот так отмечаю темным оттенком, и возьму еще какой-нибудь светло-серый у меня есть, можно там определенные цвета, можно коричневый взять, то есть не рисуйте чисто черным, и, допустим, ТДЖ у меня 4, я чуть-чуть растушевываю вот этот вот край, выше у меня там тоже уже и блик появляется, но эти блики я уже буду делать той же гелевой, и, как видите, я не рисую просто-просто черным, я все равно его растушевываю какими-то оттенками, может быть, на камере сейчас это не сильно видно, но при живом рисовании это очень видно, и когда вы видите живой рисунок, и у вас такие плавные переходы, либо при хорошем освещении, съемке вашей иллюстрации, когда вы выкладываете, это все видно, так, усики чуть-чуть отметим, как видите, я могу не использовать никакие тонкие линер или карандаши, тонко рисовать усики, тонко рисовать какие-то детали, это тоже очень здорово, так, под нашей божьей коровкой я положу падающую тень, чтобы она сейчас уже отделилась от листика, сначала светлым сиреневым, и потом чуть-чуть уплотняю, более темным я ближе к предмету, не важно, что у вас там находится, но ближе к предмету он сразу будет уже плотнее, так, можно чуть-чуть растушевать, и еще я теперь сиреневым, серым, не важно какой у вас цвет, у меня допустим биджи 72, я добавляю объем на нашу божью коровку, то есть я впаду в тень, добавляю сиреневый, и она у меня еще сильнее заворачивается, того, что я ее, божью коровку, вот этот панцирь, за счет красных, такой переход плавный делала, и уже объем, я еще и добавляю сиреневый, он мне создает еще более сложный цвет и форму, так, и что мы еще теперь в конце сделаем, добавим белую гелевую, опять же тем же эффектом, то есть у нас под гелевый остается цвет маркера, но при этом хороший блик такой остается, дальше прям рисуем блик, вот прям рисуем, но в этот момент обязательно не дайте гелевой засохнуть, если она засохнет, то у вас будут такие штрихи, это будет некрасиво, буквально, если вам нужно где-то поплотнее этот блик, вы можете прям вот так вот гелевой уплотнить, по контуру я еще добавлю вот этот кантик, то есть она не просто там заворачивается, у нее еще есть толщина этого панциря, и где мне нужны вот эти вот как раз яркие, четкие блики, я просто добавляю гелевую, таким образом, можно еще вот здесь добавить на листик все-таки, все-таки, даже на таком этапе наш лист может быть завершен, если мы к примеру тонко обойдем контур нашего листика, ну к примеру, а и кстати, вот еще один момент, когда вы назвали темным цветом нарисовали, и потом берете поверх него, ну к примеру, вот так вот выводите этот цвет, он светлым особенно, он у вас начинает смешиваться между собой, то есть он полностью не высыхает именно при светлых оттенках, и вот эта смесь, она образует тоже такой дополнительный акварельный эффект, то есть у меня вот как бы вроде бы сиреневый цвет, но я им порисовала немножко на красном, и у меня остался вот этот эффект, поэтому либо очистите свои маркеры, либо оставляйте вот этот вот эффект, и чтобы у меня он более таким завершенным смотрелся, я вот прохожу сиреневым тоненько-тоненько, как вот как будто бы тем же линером, либо карандашиком я рисовала, и можно буквально немножко показать падающую тень, от божьей коровки можно чуть-чуть сильнее, я бывает вот просто даже прожилки вот эти показываю тем же сиреневым, точечки поставлю, у меня вроде бы даже как и готовый скетч, то есть вы на каком-то этапе можете вот это оставить, а потом вернуться, либо вообще оставить в таком эффекте, то есть ну ваша задача не была зарисовать все листики, ну естественно я это все дорисую, но техника вот эта вот будет похожа на то, что мы сделали первоначально на листике, единственное где-то может быть еще я утемню чуть-чуть именно падающие тени, я уже буду смотреть по цвету всех листиков, ну здесь вот сразу видно, что хочется еще даже утемнить, вот, а вот этот листик у нас будет грань светлее, так, ну вроде бы все, все, что я сегодня хотела рассказать, показать, вот кстати у нас этот блик высох, мы можем чуть-чуть туда голубизны добавить, чтобы он не чисто белый был, а вот такой вот сложный голубенький, либо сиреневенький, вот и в принципе на сегодня все, огромное спасибо, все, кто слушал, смотрел, пишите вопросы, рисуйте обязательно, эфир будет сохранен и доступен 24 часа в профиле скетчмаркер и обязательно будет кусочек этот весь залит на канал ютуб и кто будет рисовать отмечайте меня, скетчмаркер, я обязательно посмотрю и дам комментарии на ваши работы. Все, вроде вопросов больше не было, всем спасибо, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok